Новости на Соборке – это не новости, это повод поговорить. Одесская народная мудрость. Средства массовой информации активно анализируют итоги четырехсторонней встречи в Женеве, которая была посвящена украинскому кризису. Стороны договорились о разоружении всех вооруженных формирований в Украине, а также о децентрализации системы государственного управления. Правда, остается неясным, свернет ли Россия целиком квазитайное наступление, которое начало 10 дней назад. Госсекретарь Керри и президент Обама дали понять, если к началу пасхальной недели Запад не увидит прогресса, то введет новые санкции против Кремля. Деэскалация не означает, что Путин отказался от своей цели привести максимально большую часть Украины под власть Москвы, а остальную часть сделать неуправляемой. Путин и Компашка по-прежнему требуют поправок Конституции, которые сделают восточные области нашей страны практически независимыми и дадут им право налагать вето на политику украинского государства. Давайте не будем себя обманывать. Путина не устроит ни одна новая политическая модель, отвечающая потребностям нашей независимой страны. Даже если Москва замедлит свое ползучее вторжение в Украину, это следует расценивать как тактический маневр. И не более того. Да, согласен. Хотим мы этого или нет, многое зависит от России. Выполнит ли Москва обещание прекратить тайную поддержку боевиков? Вопрос, к сожалению, звучит риторически. Пока рано заключать, что кризис хотя бы локализован. И вряд ли полностью отпадает риск отката опасной конфронтации. Россия продолжает имперское наступление. Путин признал, что Крым был оккупирован. Примечательно, что это заявление было сделано в один день с подписанием Женевского меморандума. Это, согласитесь, наглость. А мировое сообщество вновь показало свою беззубость, поскольку тема Крыма даже не звучала. Конечно, компромисс всегда трудно проглотить. Помните, президент Джон Кеннеди был столь же обеспокоен общественной реакцией на секретное соглашение, в которое он вступил с Москвой, чтобы избежать Карибского кризиса. Но теперь эти переговоры считаются блестящим достижением американского президента. Правда, покойного. Но тот Кремль и нынешний – две большие разницы. Уверен в одном – мы сможем быстро оправиться. И от всего этого проиграет только Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин